Доктор экономических наук Мы обсуждаем сегодня совершеннейшую свистопляску, которая связана с губернаторским корпусом Мы будем пытаться понять, почему они такие одинаковые Вот сразу мы вам просто покажем несколько примеров и будем пытаться разобрать Почему они одинаковые, почему их теперь невозможно различить Кто они такие, откуда они берутся просто пачками Эти люди, мы будем с вами об этом говорить И с нами на связи также будет политолог Михаил Тульский И коллега из... вернее, не коллега, он не коллега, он не журналист Политик из Мурманска сегодня будет с нами Которые прокомментируют новый слух еще об одной Хотят разбавить женщины губернатором всю эту обойму, всю эту футбольную команду Все это обсудим 8-800-222-12, телефон прямого эфира По которому мы ждем ваших сообщений, ваших ответов на вопрос А кого вы считаете губернатором ярким? Кто самый яркий губернатор? Запоминаете ли вы их? Я бы так даже сформулировала наш вопрос телезрителям и нашим слушателям Итак, вот, Евгений, я... давайте сразу на экран посмотрим И два человека, которых только что назначили, только что представил нам Слева у нас Глеб Никитин, а справа у нас Азаров То есть вот мне тут даже специально бумажку писали, но я решила без бумажки Вот так вот, слева Нижегородская, справа Самарская Слева Никитин, справа Азаров Похоже, просто невероятно Один типаж, это в течение дня вот двух одинаковых Вот с чем вы, это случайно или это не слово? Вот посмотрите еще раз на них Ну просто любо дорого смотреть Вот они оба сидят сейчас напротив Владимира Путина Это фотографии взяты с кремлевского сайта Ну я уж не говорю, что чуть-чуть раньше, в сентябре, двумя неделями раньше На Новгородскую область был назначен такой же молодой человек Который тоже Никитин и тоже Сергеевич, как и Глеб То есть просто и фамилии одинаковые, лица одинаковые, образы одинаковые Что это? Нет, ну есть несколько еще губернаторов нового как бы созыва Ну например, это господин Алиханов в Калининградской области Вообще очень молодой Это, конечно, господин Решетников, который сейчас губернатор Пермского края Это господин Овчинников, который руководит Севастополем Ну и так, если подумать, наверное, еще парочку, тройку таких губернаторов малозаметных мы найдем Которые свеженазначены Ну я думаю, это не случайность Просто, Лен, то, что вы обратили внимание, конечно, на даже портретное сходство Это, конечно, уже, ну, можно по-разному трактовать Вот это уже точно слово, это эксцесс исполнителя, я бы так назвал Перестарались Ну да, но почему они так Какая-то подчеркнутая инкубация Да, совершенно правильно, вы назвали ключевое слово Дело в том, что по тем сведениям, которые просочились в печати, я это читал неоднократно В администрации президента, которая занимается, собственно, кадровой политикой Ну, понятно, последнее слово у президента Но они же перебирают разные кандидатуры Ну, как все положено, есть резерв Даже вплоть до того, как я прочитал, там есть какие-то тестирования кандидатов на их психофизические свойства И много чего другого И я так понимаю, что вот эта программа, которая отсеивает тех, кто не очень подходит И наоборот, тех, кто подходит Она такая унифицирует, в общем, этот ряд Почему? Видно сразу какие-то общие признаки Ну, первый признак Это средний-молодой возраст Вот 30-40 Да Примерно так Второе Ну, вообще, это должны быть люди абсолютно современные Желательно, чтобы, ну, как бы с точки зрения Владимира Владимировича Чтобы они либо в бизнесе где-то поработали Либо на каких-то, ну, например, Андрей Никитин, который сейчас возглавляет Новгородскую область Он был руководителем агентства стратегических инициатив Которая в бизнесе просто полностью работала Либо, вот как вновь назначенный, исполняющий обязанности в Нижегородскую область Глеб Никитин Он был недавно еще первым заместителем министра промышленности Кстати, министр там тоже молодой Мантуров Достаточно такой современный То есть люди, у которых есть какой-то практический опыт И государственный, и где-то опыт в бизнесе Это тоже очень важно Очень важно, конечно, что эти люди действительно У них не читается лицо Видно сразу, что они не эмоциональные Запомните, как будто бы подбирают резидентуру какую-то в Бресте Они не публичные политики, это сразу видно Это такие технократы-менеджеры Которые, да, ну, как считается Вот они будут успешно решать конкретные проблемы Которые там есть на территории Но под прямым руководством сверху Администрация президента прежде всего И под это подбираются соответствующие люди И, кстати, под это не подходят женщины Под этот стандарт Мы с вами еще, если вы спросите, поговорим Феномен может быть Который может быть Может быть, да Именно для того, чтобы был какой-то прецедент создать И чтобы они показывали Но женщины под этот формат не подходят Это понятно, но как массовое явление Нет, но это все равно, что в футбольной команде женщины Вот они сидели с Путиным за столом сейчас все новенькие Но это команда мужская футбольная бригада такая Какая тут женщина? То есть это инкубатор Это целенаправленная кадровая политика Которая проводится у нас в стране Ну, по крайней мере, вот на уровне губернатора Вот интересно, да, что были времена Вот что изменилось во временах Что были времена, было полибирот Они были тоже очень похожи Все-таки грибы И не менялись Вот они сидели И мы с вами тоже по этому поводу возмущались Плевали, смеялись очень Сейчас, смотрите, они вроде молодые Мы опять смеемся Потому что вот молодые, но все равно По какому-то инкубационному Вот этому вот конвейерному принципу Того же политбюро Вы знаете, что у меня здесь вызывает беспокойство? Не то, что они молодые Не то, что они технократы Важно другое Если бы этих людей назначали На какие-то должности в исполнительной власти Министрами, там, замминистрами Ну ладно, но ведь губернатор Вообще-то это выборная должность Это совершенно другой контекст политический Ну, если взять теоретически говоря Конечно, эту теорию у нас уже полностью вычислили Вообще, это избираемая должность Это люди, население каждого региона В конкурентной борьбе Не президент Российской Федерации Должен сказать, вот я назначаю этого А этого не хочу А именно конкретные люди избирают Вот мы хотим этого, этого Человека публичного С какой-то программой И самые разные люди должны претендовать А не только люди вот примерно такого типажа Вот эта подмена политического процесса С одного типажа людей на другой типаж людей Вот на данном участке Вот это, конечно, беспокоит Это говорит о перерождении нашей Окончательной уже политической системы И главное, что вот мы сейчас видим кадры Встречи Владимира Путина с этими людьми Он их поздравляет с избранием Он все время делает акцент на том Что 60% за вас проголосовало Какие вы молодцы Как будто бы они откуда-то с неба свалились И за них проголосовало 60% Сначала он их фактически назначает Как вот он сейчас Тоже вот эти двое похожих, одинаковых из ларца Они же как бы еще пока не избраны Он же их временно назначает Но давайте мы с вами поспорим Вот согласны ли вы сделать ставку на то, что их не изберут? Думаю, что вы не поставите гроша ломаного В ближайших выборах, видимо, в следующем сентябре 2018 года Там, по-моему, будет уже возможность по закону Им идти на полноценные выборы Вот, и нет, конечно, конечно, безусловно Но мы же с вами знаем, во что превратились вот эти выборы Но есть классические примеры Конечно, конкуренция не допускается Либо муниципальным фильтром, либо еще там какими-то способами Последний вот прецедент был в Свердловской области с Ройзманом Да, просто не пустить Кстати говоря, Куйвашев, хотя он уже является губернатором Был до того губернатором Он, в общем, тоже подходит под этот типаж То есть тоже, в общем, относительно молодой Спокойный, такой, я бы сказал, бесстрастный Малозаметный человек То есть не лидер области С моей точки зрения, в нашей федеративной стране Вроде бы федеративной Губернатор должен быть таким лидером Вот территории, на которой он есть Конечно, избранный с демократическими процедурами Под контролем Но он должен нести какой-то смысл Какую-то идею того, как эту территорию развивать Чем она будет в федерации выделяться А это у нас все унифицировано полностью таким образом И не говоря о какой-то конкуренции Которая должна быть на этих выборах Именно губернаторских Хорошо, бог с ней Уже нет ее на президентских Но оставьте ее на президентских Но выметаются, вот как Ройзман Все, кто может составить конкуренцию Тому, кто назначен Нужно фактически А потом будет, так сказать, выбран Этими якобы 60% С нами на связи Михаил Тульский Михаил, здравствуйте Здравствуйте Михаил, здравствуйте Это вы с кем сейчас общаетесь там? С каким женским голосом? Здравствуйте, здравствуйте Теперь с нами уже Михаил, вот вопрос у меня сразу возникает к вам Вы человек, который следите за этими процессами Не столько вопрос, кто назначен Не хочу даже слово избран тут употреблять Это смешное слово, нелепо избран А кто стоит за этим назначением? Ну вот смотрите Вот только что Евгений говорил о некоем конвейере Они все должны соответствовать каким-то критериям Но они же должны еще и соответствовать чьим-то критериям Я правильно понимаю? Ну, надо понимать, что всегда вокруг назначения губернаторов Идет очень серьезная, так сказать, борьба в окружении Путина Несколько путинских кланов Даже вот сейчас назначен одновременно на самарское представление Ну, такого около медведевского клана Кученко-Шамалова Михаил, подождите Как только вы заговорили Вот слово произнесли путинские кланы У нас так звук испортился Мы ничего уже не понимаем Я думаю, что он среагировал, наш скайп Ровно на ваш звук Давайте еще раз попробуем Я бы сказал, что когда идет различный путинский клан Вот, послушайте Вы будете ужасно хохотать, но вас глушит Это, конечно, шутка Но, тем не менее, я очень прошу наших продюсеров Еще раз набрать Михаила Порепетировать с ним звук И, может быть, даже с теми, кто его глушит Тоже порепетировать Чтобы они как-то глушили аккуратнее Чтобы все-таки что-то прорывалось Потому что про путинские кланы Мы хотим, Михаил, послушать в деталях И пока мы продолжим разговор в студии Я думаю, что это отдельная тема Мы ее продолжим обсуждать Но, опять же, что касается критериев Смотрите, он же, когда их пригласил И вот только что это было недавно Эта встреча прошла Торжественно освещала всеми каналами Он выложил перед ними зеленую папку И федеральные каналы сказали Это зеленая папка с прямой линии Главное, чему, какой критерий Должны соответствовать Какому критерию Выполнить пожелания Избирателей, которые прозвучали На этой прямой линии А вы говорите Вот это вот непростые люди Волшебники Это зеленая папка Это вообще, по-моему, какая-то Не очень правильный Политехнологический ход Того, кто это Путину посоветовал Потому что раз даже формально Эти люди избираются И будут избираться То вообще-то решать должны люди А не зеленая папка Потому что даже Те звонки Которые якобы поступили Путину на прямую линию Из какого-то региона Я уверяю Это не репрезентативно Если они даже Действительно эти звонки были И все Потому что есть Ну подавляющее число Жителей этого региона Ведь не звонило Не писало Путину А у них тоже есть Наверное Какие-то проблемы И пожелания Как к этому региону развиваться А вот Говорить Вот там 20 звонков поступило Из них там 15 Это про то, что нет водопровода Опять, что там где-то там парк Там надо построить Или что-то такого типа Это не серьезно Для именно госуправления Это не серьезно Это в чистом виде Это, я еще раз говорю Это какая-то декорация Того, что вот ты Будь ближе к народу Так извини Ты можешь быть ближе к народу Совершенно другими Совершенно современными способами Мне кажется Вот так Тем более, что, кстати Часть из тех, кого назначают Они не из этого региона Да, господин Азаров Да, в том-то и дело Нет, господин Азаров Был мэром Самара Да, да И он знает регион Безусловно Знает все проблемы Но большая часть Людей назначается Вот Вот это его двойник Никитин Он из Москвы Никитин и оба Никитина Которые на Великом Новгороде И которые теперь в Нижнем Новгороде Они не местные люди И, конечно, там Я думаю, они, конечно, изучали какую-то информацию Но вот эта папка Она не даст представления о том Как реально в регионе происходит ситуация То есть впечатление, что они знают о проблемах регион По прямым линиям Они садятся послушать А что там скажут? Лена, это постановка Это такая политтехнология для Я не очень понимаю, верят ли телезрители Вот те, кто это смотрит Вот реально вот в это дело Это действительно времена, знаете Политбюро Вот того еще там Какого-то позднесоветского Вот тогда, может быть, это еще кто-то в это видел И то уже нет Да, модернизированные со спутниками С телефонами И то уже нет Хорошо Мы послушаем в таком случае Что говорят москвичи Вот мы специально задавали вопрос Учитывая вот эту вот инкубационную сейчас Вот эту новую методику Избрания губернаторов Мы задавали вопрос Кого вы считаете самым ярким? То есть слово ярким И все еще не забываем Не хотим списывать со счетов Давайте послушаем, что отвечали Я считаю, что самый яркий главарь региона Это Кадыров Потому что он чаще всего мелькает Он во внимании Он на глазах, на слуху Собянин, да, наверное Я считаю, что то, что он делает В принципе, это значимо И то, что от него остается Это как бы останется И нам, и детям Антон Алиханов Калининград Там все и до этого было интересно, хорошо Но сейчас динамизм какой-то получился Человек два раза в меня младше Мне нравится Я бы выделила Собянина Как лучшего городоначальника Когда он пришел Москва была одного вида Сейчас Москва изменилась Кардинально В лучшую сторону Поэтому я считаю, что он самый лучший Самый достойный глава Да у меня таких людей нет Ни в данном городе Ни в данной Российской нашей федерации Нет таких ярких Чиновников, руководителей Которых я мог сказать Что это действительно достойный человек Рамзан Кадыров Ну последний его Он освобождает детей из Сирии Родители попали в Сирию Погибли А он их возвращает в Россию Мне это очень нравится Человек слова Если он что-то предпонимает Он это дело доводит до конца Я бы выделил Аксенова, главу Крыма Почему? Потому что После присоединения Республики Крыма По крайней мере Там стабилизировалась И коррупция чуть ушла И так же Просветание чуть пошло Строятся детские сады Школьные учреждения Больницы Я думаю, что Кадыров Человек на своем месте По крайней мере Только из-за того Что он в курсе того Что там происходит Недавно видел Главу региона Калининграда Симпатичный, молодой Проактивный парень Он мне понравился Остальные все Не могу сказать Что они достаточно интересны Крамзан Кадыров Он сам глава Ну от души Он жестко держит Свою страну Он справедливый Вообще справедливый Мне он нравится Ярких я не знаю Честно вам скажу Воробьев Я живу в Московской области Воробьев мне однозначно Не нравится Отобрали льготы У пенсионеров Бесплатный проезд Не он давал эти льготы Не ему отбирать А я могу выделить Главу Татарстана Мениханова Сама республика И сам город Казань Мне показались Очень развитые Может быть даже После Москвы Петербурга Третий такой регион По России Ну я вот должна сказать Что очень добросовестно Всегда работают наши корреспонденты Очень мало что удалось Собрать мнений Вот кроме главного героя Я сейчас попрошу вас Прокомментировать Ну вот Собянин Немножко Собянин Немножко Аксенов Немножко Татарстан Пожалуйста Вот назвали И конечно Кадыров номер один И с очень Не просто яркий Но позитивно яркий Освобождает Он наказывает Он работает Вот что вы скажете О таких представлениях О губернаторстве Ну вопрос Который был задан Наиболее яркий Наиболее яркий Да Руководитель региона В этом вопросе Не предполагалось Оценить эффективность Нет не предполагалось А тут мы еще А походу оценили Оценили Ну я кстати должен сказать Что То что Кадыров Это очевидно Потому что Это человек Который давно Перерос уровень Чечни И он Это Вольно-невольно Но он претендует На вмешательство Вопросов федеральные Мы это видим На очень многих примерах В том числе Уже теперь В вопросах Внешней политики Российской Федерации Плюс его Претензии на то Чтобы фактически Возглавлять ислам Здесь В России И показывать Что вот он является Выразителем интересов Вот этой уммы Фактически Исламской Которой не только в Чечне Во многих республиках В этом смысле Он стоит особняком И кстати Я тоже Знаю Что многие люди Ну простые наши люди Которые не очень информированы Они относятся к его деятельности Неплохо Почему? Потому что Помните Чечня Ну как они и представляют Еще там 10-15 лет назад Был источник беспокойства Стреляли Война Бандиты Кражи людей И так далее Теперь у нас Ну по крайней мере Если посмотрим Официальный новостной фон Все отлично В Чечне Да Ничего такого не происходит И прочее Ну я повторю Кадыров Это как бы Не очень про него был вопрос Что касается остальных Тут тоже есть специфика Ну Собянин Мэр столицы Потом кстати Опрашивали ведь москвичей Да Ну это очевидно Все таки люди Живут И кстати говоря Кстати говоря Собянин В последнее время Прославился Очень многими инициативами Вот этот ремонт Который тут вообще Был на пол Москвы Реновация То есть он Не важно с каким знаком Плюсом-минусом Но он задел И заставил о себе думать Достаточно большое количество людей Но вот то что Фактически Ну Аксенов я считаю Это не очень серьезно Это видимо связано Лично вот с этим человеком Который об этом говорил Потому что если спросить Мне кажется Людей в разных регионах О том что они думают Об Аксенове Подавляющее общество Вообще не слышало Кто это такой Тем более о том что он делает Но остальные видите Ну Миниханов Да Ну да Глава Татарстана Сильно эффективный менеджер Но я думаю Если взять вот эти рейтинги То конечно Кадыров с большим отрывом Впереди Именно как яркая личность Потом наверное Собянин А потом где-то В самом-самом низу Ну можно назвать еще Там несколько губернаторов Там Тулеев Например Да Ну вот господин Потомский Из Орловской области Который прославился Памятником Ивану Грозному Например Ну то есть какие-то Странно что Тулеева Не вспоминают Что он приболел Нет он уже вышел на работу Он вышел Да Он вышел на работу Показывали кстати Довольно широко Наверное никто не верит Вы знаете Есть такое Ну может быть не очень корректно Говорит Но тем не менее Ну он поймет Человек с юмором Вот есть такое Как он все еще жив Вот такой Ну я имею ввиду Что все еще на работе Я имею ввиду Не то что он там А все еще на работе Вот так вот Многие не верят Что он все еще на работе Потому что он как бы вечный Ну он уже более 20 лет Губернатор Нет он борется За свое место В политике И в жизни И в этом смысле Он конечно молодец Мы же не обсуждаем То что он делает Кемеровской области Но его во всяком случае Так что тоже Какая-то известность В этом смысле Как яркого губернатора И есть Но это старое поколение Это поколение еще Юрия Михайловича Лужкова Которое уже обречено Конечно Которое рано или поздно Там остались Только отдельные личности Вот типа Тулеева Которые еще пока функционируют Это его спишут уже очень скоро Да Вот Меркушкин Которую мы еще не обсудили Меркушкин Он тоже из того поколения Еще чуть ли не помните Он же был первый секретарь Это Самарская область Обкома Марийского Мордовского Обкома КПСС Он застал Развал Советской Союзной должности И вот только недавно Наконец К счастью Я считаю Его отправили Повысив Спецпредседентом Спецпредседентом Это просто совершенно потрясающе Спре Я даже себе выписала При каких народах По связям с Угрофинским Конгрессом Представили по связям с Конгрессом Угрофинских народов Фантастика просто И главное Что такое должность Никогда раньше не существовало То есть она появилась Вот сейчас И тоже вопрос Почему он столько сидел Как он удержался Кто за ним стоял Михаил Тульский Вот мы проверяем звук Вы нам сейчас все расскажете Пожалуйста Вот вы в эфире сейчас Слышно? Ура! Да Да Прекрасно Ура в начале Значит я бы начал с того Что вокруг каждого назначения Губернатора Ведется борьба Сразу нескольких путинских кланов Вот даже сегодня мы видим Вчера сегодня Назначены два губернатора В Самарской области Было три кандидата Из них фактически два Чемизовца И один такой Ставленник Около Медведевского клана Тимченко Шамалова Дмитрий Азаров Который в итоге и был назначен А в Нижегородской области Назначен Как раз Чемизовец Заместитель Чемизовца Мантурова По В общем Довольно Чемизовскому Министерству Промышленности и торговли Я напомню Что Мантуров Возглавляет Совет директоров Ростеха А гендиректором Ростеха является Тот самый Чемизов Который сослужил С Путиным по КГБ В Дрездене И который в общем Чемизов сейчас Главный военно-промышленный Олигарх России Если не сказать Единственный Военно-промышленный Олигарх России Я вас понимаю Что вот этим назначением Губернаторским Назначением За этим Собственно говоря То есть получается Что Вайна И Кириенко Которые по работе Должны этим заниматься Они тоже назначенцы Скажем Того же Чемизова Он им это доверил И косвенно Они исполняют его волю Когда они подбирают Эти кадры Да-да-да Именно так Вообще Если говорить О путинских кланах То самые крупные Путинские кланы Это С одной стороны Целая группа Медведевцев А с другой стороны Это Крупный клан Чемизова-Иванова Который как контролировал Администрацию президента Так и контролирует Администрацию президента Я напомню Сергей Иванов Вы имеете ввиду Не Виктор Сергей Иванов Со своей Некрасной экологической должности Продолжает контролировать И глава Ростелеком И Сергей Борисович Иванов Глава Ростелеком Что намного важнее Экологической должности Потому что Например Из этого же Ростелеком Вещает такой телеканал Царьград Который как раз Ведет Антимедведевскую Компанию Медведевских Либералов Из правительства И Центробанка В отставку И так далее Так что Иванов Хотя формально В отставке Тем не менее Он возглавляет Ростелеком Сын Иванова По-моему Возглавляет Стал Главой Алуросы И так далее И так далее Ну а Чемизов Контролирует Весь военно-промышленный Комплекс России И собственно Вайна До того Как стать Главой администрации Президента Был членом Совета директоров Чемизовского Ростеха И отец Вайна И сейчас Является Одним из Крупнейших Руководителей Этого же Ростеха Отец Вайна Он Первый Вице-президент АвтоВАЗа По внешним связям И связям с акционерами То есть По связям С Рено Ниссан Который владеет Контрольным пакетом АвтоВАЗа И по-видимому Именно семья Вайна и привела На АвтоВАЗ Рено Ниссан Потому что Рено Ниссан Это Франко-японская Компания А семья Вайна Это японоведы И Кроме того И Сергей Кириенко Если вы посмотрите У него тоже сын Сейчас работает В Ростелекоме У Сергея Борисовича Иванова То есть По сути Вайна ставленник Чемизова А Кириенко Ставленник Иванова Сергея Борисовича И вот этот клан Чемизова-Иванова Как контролирует Администрацию президента С декабря 2011 года Так и контролирует Ее до сих пор Ну а Медведев Мы знаем Возглавляет правительство Теперь Что возглавляет Медведев Возглавляет правительство Да Это мы знаем Между администрацией Президента Чемизова-Иванова И между правительством Медведеву идет вот такая постоянная оппозиционная борьба. То одни выигрывают какое-то назначение, то другие выиграют какое-то назначение. Конечно, еще есть более слабые кланы Сечина-Патрушева. Ну, кто-то его считает и не слабым, кто-то его считает таким же сильным, как и макроклан Медведева и макроклан Чемизова-Иванова. Ну, и точно уж более слабый клан, это клан Кудрина-Чубайса. Тогда я просто уточню. Значит, несмотря на то, что Кириенко и Вайна, это все-таки вы причисляете к Чемизовской группе, все равно через них, все равно формально любое назначение проходит через них. То есть это все-таки получается некое согласование, какие-то вещи удается им согласовать между собой. И вот те кандидатуры там Тимченковские, о которых вы сказали, например, Самара, она же проходит все равно через Чемизовскую группу. Тимченковская-Медведевская кандидатура, так ведь? Фильтр-то у них же, получается, у них свой губернаторский фильтр внутри, который нужно пройти. Даже если вы являетесь очень влиятельной группой, которая называется Медведевская, все равно фильтры есть в виде Кириенковской-Чемизовской группы, так? Да, 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 да. Именно так. И, собственно, именно благодаря этому влиянию, благодаря тому, что с декабря 2011 года клан Чемизова-Иванова контролирует администрацию президента и до сих пор, то есть уже почти шесть лет, благодаря этому за последние шесть лет более десяти медведевцев были отправлены в отставку с поста губернаторов, и на их место назначены в основном Чемизовцы, вот эти вот все охранники президента, Дюмин и так далее. Вот, надо ли нам сделать вывод, если согласиться с вашей теорией, что то, что удается уже понемногу внедрять туда каких-то медведевских, как это называется, людей, ослабевают позиции дрезденской группировки, будем ее так называть, резидентской, резидент, 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 нет, резидентатурно, вот так вот, как бы это сказать, резидентская, хорошо, резидентская дрезденской группировки. Трудно говорить об ослаблении именно Чемизовской группы, Чемизов скорее сохранил влияние, а Иванов, конечно, влияние Иванова сильно ослабло, и поэтому суммарное влияние Чемизова-Иванова ослабло, именно после отставки Иванова с поста главы администрации президента. А вот это психология всегда-то. Иванов, он, во-первых, близкий друг Путина и очень влиятельный человек. И, как мы помним, один из двух главных кандидатов в преемники у Путина был Иванов и Медведев в 2007-2008 годах. Ну, с 2005 по 2008 практически была борьба преемников. И в этом смысле, конечно, Иванов был и на очень высокой должности, и сам по себе он давний друг Путина и очень влиятельный человек. Приход Вайна на место Иванова, конечно, Вайна такой же Чемизовец, но Вайна, конечно, не такая влиятельная фигура, не является давним другом Путина, а является всего лишь другом Чемизова. И в этом смысле, конечно, влияние уже даже путем замены Иванова на Вайна влияние Чемизова-Иванова снизилось. Вот, Михаил, спасибо. Плюс? И, собственно, отставка Иванова была обусловлена тем, что группа Иванова-Чемизова ввела кампанию за отставку Медведева. И, в общем, это был такой ответ Медведева, как бы наказание за то, что вы подрывали позиции Медведева, вот ваш главный подрывник Иванов отправляется в отставку. И как бы уже это ослабило их дальнейшую прыть на будущее. Ну, это очень интересно, то, что вы сказали, потому что этот секрет, он же до сих пор не раскрыт, что случилось там на этом совбезе, что сказал такого Иванов-Сергей, что он себе позволил, что его отправили в отставку практически незамедлительно. Но вот версия Михаила состоит в том, что все-таки вот он наехал, будем такой жаргон употреблять, на Медведева, не по делу, потому что все-таки Дмитрий Анатольевич пользуется по-прежнему доверием и любовью, и привязанностью Владимира Путина. Но вот вопрос у меня к вам, это даже не вопрос, вот, знаете, это может быть немножко вот в сторону, но тем не менее я поразилась, чему? Не скрывают, вот эти вот воспоминания о своем прошлом Дрезденском, Владимир Путина освежил только что в мае, когда они сходили в гости и отпраздновали 90 лет своему резиденту, кто там сидел с ним рядом? Чемизов, Ростех, да, и Бирюков, Транснефт. Почему Дрезденская резидентура, господи, что я же с этим словом не справляю? Резидентура, да, я хочу удлинить это слово, оно коротко, резидентура, почему она наполучала этих корпораций? Я, конечно, наивно задаю вопрос, но как-то вот заново это все, знаете, как-то вот живо звучит, не стесняются. Вот мои друзья по Дрездену, вот у одного одна корпорация, вот у второго другая корпорация. Нет, Лен, значит, хотел немножко прокомментировать, но я не политолог, я не занимаюсь башнями, как занимается, видимо, Михаил профессионально, вот, но я просто что хочу сказать, что количество губернаторов у нас очень ограничено, у нас их 85 по числу субъектов федерации. И больше не будет. Да. Плюс у нас есть люди, вот типа главы администрации, есть полпреды, кстати, которых сейчас начали забывать, но тем не менее. Это очень небольшой круг людей, это то, что раньше когда-то называлось, вспомните, снова же вспомним, в советские времена, это похоже, была номенклатура генерального секретаря ЦК КПСС, когда он лично назначал каких-то, каких-то людей на определенной должности. Была номенклатура ниже, вплоть до первого секретаря обкома, который назначал там, имел право назначать людей там у себя. Так вот, вопросы о том, что это влияние Чемизова, это влияние Иванова, конечно, Путин не живет безвоздушным пространством, конечно, он общается с этими людьми, в том числе, со своими товарищами по этой резидентуре, которые ему рекомендуют каких-то людей, это абсолютно очевидно. Но, я думаю, что ключевые все вот эти вот назначения, ну, может быть, есть какие-то самые там захудалые регионы, которые где-то далеко, где нет каких-то больших интересов, может быть, это он отдает на откуп как раз администрации. Но вообще-то, допустим, назначение Сергея Владимировича Кириенко, это его личное абсолютно дело. Никакие там люди, которые к нему пришли, бы сказали, вот ты, пожалуйста, назначь его, потому что он... Нет, нет. Кто-то, конечно, ходатайствовал, кто-то, наверное, был против, но, тем не менее, это его личное решение. Например... То есть у него последняя рука. Ну, не просто последняя, он не просто штампует какое-то решение, когда ему приносят указ, приводят человека, и он его в первый раз видит, и говорит, ну, вот Владимир Владимирович, вот этот человек будет губернатором такой-то области. Нет. Он сам, безусловно, ему носят списки, там кандидаты, их несколько кандидатов, ему носят дела, вот эти кадровые, где он, конечно, смотрит все файлы, кто чего и так. А вот он сам знает, кого-то приводят на предварительные беседы. Вот то, что показывают по телевизору, это уже для нас, чтобы мы видели, как он напутствует. На самом деле, там довольно длительный процесс, и руководит этим, между прочим, администрация президента. Да, Вайна, ну, его отец, это известно, связано с Ростехом и прочее. Но, тем не менее, Вайна, я просто хочу напомнить, Вайна был очень близким лично к Путину человеком все это, все эти последние годы. Он же был зав, он был замруководителем администрации, заведовал протоколом. И в правительстве, когда еще Путин был премьер-министром до вот его возвращения. А что такое заведующий протокол? Я просто, как человек, работающий в правительстве, я просто понимаю. Человек, который просто физически находится рядом с шефом. Это не Чемизов, который, конечно, тоже часто встречается, но это не каждый день. Это не разные ситуации. А это человек и вольно-невольно, или как вот охранники, о которых говорят, тот же Дюмин, вот Миронов, который сейчас стал губернатором Ярославской области. Там что, влияние при назначении Дюмина было того же там какой-то, либо Иванова Сергея Борисовича, либо Чемизова? Да нет. И это последняя рука, решающая, конечно, находится у Владимира Владимировича. У него есть какие-то представления о том, как он ведет кадровый. Это его личная кадровая политика. И с нами на связи политик и руководитель Мурманского регионального отделения партии «Яблок» Алексей Кунавин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас просим прокомментировать. Вы, конечно, что так же, знаете, столько же, сколько и мы. А мы знаем слух, что к вам, на ваш участок работы, на вашу область идет Яровая. Вы, пожалуйста, скажите, что у вас там об этом говорят, как отнеслись к этому слуху, и если это правда, считаете ли вы, что это разумное решение вам прислать туда этого человека из Государственной Думы, из Комитета обороны? Да, да, да. Но большинство людей все-таки расценивают это как слух. Потому что он достаточно уже появился, скажем так, сейчас, когда нас губернатор постоянно отрицает и возможны этой отставки, большинство людей в регионе все-таки думают, что именно вот Яровая к нам, губернатор, не придет. Вот так. Это сам губернатор отрицает? То есть с ним все? Ему об этом не сообщали, что его уже убирают? Так. То есть первый вывод мы видим, он не знает пока, что он уже не губернатор. Дальше. Ну, я не знаю. На самом деле, это член из века знает, но не знает, это никто из людей, из наших жителей, Мурлокс, это не знает. Это все немножко на уровне стали, знаете, как он решается. Конечно, конечно, знаем, на каком мы только что обсуждаем этот уровень. Второе. Если это правда, если это подтверждается, с чем вы связываете это назначение, возможное, и хорошо ли это будет для области, если вот Ирина Яровая к вам придет руководить? Ну, вы же сами согласно понимаете, что губернатор должен избираться в разными на честных, конкурентных выборах. У нас этого нет. Давным-давно нет ни в Урмасской области, ни в таком другом регионе. Кандидатура к губернатору должна быть отвержена в администрации президента, и только тогда этот человек имеет реальные шансы стать губернатором. А так, получается, это после перемена неслагаемых, сумма все равно не изменится. Да, для так называемой элиты, для тех, ну, может быть, крупных бизнесменов, для чиновников разного уровня, для тех, кто связан с госструктурами, таким образом, может быть, что-то изменится, потому что окружение, конечно же, немножко настороженное, и у нас есть борьба элит, если других. А для обычных людей практически не поменяется ничего. Вы сами прекрасно понимаете, что сейчас губернаторы серьезно изменить ситуацию в регионе, ну, для них, да, точно сложно, полномочий у них не так много, все они выстроены в эту вертикаль и ориентируются прежде всего на то, что будет сказано в Кремле. Ну, то есть, все равно вам, вот, Ирина Яровая, не Ирина Яровая, все равно, то есть, вы не считаете, что это вариант хуже того, который мог бы быть, например, присланный с того же Кремля? К нашему губернатору, у нынешнего, к Варине Кохну, в основном отношения достаточно хорошие. Она местная, здесь у нас Мурманск, Ермачанка и тогда. И между прочим, я хочу добавить, только что она танцевала вместе с парой Медведевых на празднике Феклы и кого-то там, и Фросиния, чего-то, я каждый раз тоже вот с этим праздником. Но Феврония, да, да, и Петра, и вот она не просто с Февронией и с Петром, а с супругами Путинами отплясывала и принимала их, и вот это было бы очень жестоко с ней расстаться после этого. Ну, на самом деле, вы понимаете, мы же с вами этого не знаем, вот, а если придет Ермачанка и Мировая, ну, не знаю, как у людей, большинство, я еще раз говорю, что большинство жителей Мурманской области при всех проблемах, которые у нас здесь есть в регионе, губернатору относится, ну, относительно неплохо. Рейтинг у него не самый низкий, он достаточно в итоге, вот, в других регионах губернаторов рейтинг была значительно ниже. Вот, есть некоторые дела, которые Марина Ковкин провела здесь, в регионе достаточно хорошо, ее знают. Время, вдруг еще раз говорю, что она наша коренная землячка, вот, поэтому, как оно будет, что получится, сами знаете, это может быть даже только даданием кафельной губернации. Да, спасибо вам большое, огромное, за этот комментарий, и вот, Евгений, и Михаилу потом спрошу я про этот слух, смотрите, как интересно, ведь очень похоже на правду, если женщина, нужно поменять на женщину, то есть, опять такой, этот партийный признак, вот такой, вот, женщина, мужчина, там, первый секретарь обкома, казах, второй русский, вот, это вот все нужно опять по-старому, по-большевистски. Ну, вы знаете, в отношении Яровой это особый случай, потому что, в общем, она яркая фигура, ну, в отличие от Марины Ковтун, которая до этого была не публичной фигурой до назначения губернатора. И до праздника Петра и Феврония. Да, да, ну, значит, Яровая, как мне кажется, вызвала какое-то колоссальное недовольство своей деятельностью вот из этого пакета Яровой, который она смогла, ну, и Путин подписал, конечно, но он был в очень сестненных обстоятельствах, я так понимаю, что где-то там не сработало на стадии ранней, когда готовили этот пакет Яровой при его внесении и прочем, потому что, видимо, не посчитали вот этих колоссальных негативных последствий, репутационных и финансовых последствий. Их колоссальное количество, вот эти операторы связи у нас, там задеты очень большие бизнес-интересы. Но так получилось, это, кстати, говорит о качестве нашего государственного управления, что этот пакет благополучно прошел Думу, ну, понятно, из администрации сказали, давай, Совет Федерации, ну, и Путин, если бы он вето наложил на это дело, это был бы жуткий скандал, и урон для единой России и прочее. Поэтому он его подписал. Но после этого, помните, были слухи, что правительство будет как-то немножко нивелировать последствия вот этого пакета и прочее. И, кстати, то, что она стала в новом созыве Думы, она была представительной комитета, очень влиятельной, она стала вице-спикером, ну, формально она получила повышение, но фактически мы же знаем наш номенклатурный строй, который есть в России. Вице-спикер Думы, это далеко не самый влиятельный человек по сравнению с председателем вот таких влиятельных комитетов. Да, это как послом отправить там. Ну, это повышение, это как бы отодвигается человек от дел при помощи повышения почетного и прочее. Вот. И в этом смысле ее как бы вот чуть-чуть отодвинули от всяких дел. Плюс, смотрите, в последние месяцы, вот когда она является уже вице-спикером, она неактивна. До этого, помните, когда она была, у нее постоянно какие-то инициативы, она выступала с каким-то заявлением. Сейчас она... Ну, я-то по Соловьеву служил, поменьше ее там. Она меньше стала. Я Соловьева не смотрю, честно. Я смотрю на ее законодательную деятельность. Нет, у меня то, что Соловьев, это не важно. Ну, там же сколько раз они светятся, тоже о чем-то говорят. Да, ну, может быть. Может быть. Это вам виднее. Вы профессионал в этом. Я смотрю по законодательной деятельности, она молчит. И в этом смысле, конечно, я не знаю, будет ли она губернатором в Мурманской области. Это действительно знает... Вот еще раз. Тут ни Чемизов, ни Иванов Сергея Борисовна, ни при чем. Это знает только Владимир Владимирович Путин. Исходя из каких-то его там вот этих спортивных соображений или там из красоты какой-то картинки, трудно сказать. Но это, с моей точки зрения, было бы логичный шаг в ее карьере, когда ее даже из Москвы удаляют, подальше от глаз, вон, что называется, и попробуют как-то смягчить. Потому что действительно, этот пакет Яровой, это совершенно кошмарное дело. Но никто не знает, как оно будет. Посмотрим. Посмотрим. Иван из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Елена. Наконец-то я дождался вашего эфира. Я хотел бы присоединиться к мнению предыдущего комментатора, который сказал, что от перемены местополагаемых сумма не меняется. А мне как математику это очень близко. А потом вот я вспомнил фильм Марии Искусницы замечательного режиссера Александра Роу. И вот там, когда ее заколдовали, она говорила, что воля, что не воля, все равно. То есть вот эти вот перестановки, они ни к чему, на мой взгляд, на мой взгляд, не приводят, потому что команда остается той же самой. Иван, Иван, это они для вас ни к чему. А им они, они, конечно, понятно, мы-то сидим обсуждаем, зачем они им нужны. То, что здесь для вас, в Московской области, Воробьев, Соловьев, это мы понимаем. Мы говорим о том, чем они руководствуются, когда и зачем они подбивают себе вот именно эту бригаду, а не какую-то другую. создание видимости нет, 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 мое, вот здесь, если отвечать на этот вопрос, это создание видимости того, что происходит какая-то, может быть, борьба с коррупцией, вот люди задумываются, ой, вот он же убирает вот этого Махрушкина или Леватрушкина, как его, Меркушкина, да, вот он убрал, вы знаете, наверное, недавняя отставка у него была, на какой-то очередной пост его переставил, вот, но это, это все видимость, видимость работы, что вот, вот был один, стал другой, а что касается, я не думаю, что без ведома Владимира Владимировича, на мой взгляд, ничего не происходит. Ну да, нет, ну понятно, нет, мы тоже понимаем, что последнее, конечно, последнее слово за ним, но для того, чтобы последнее слово, ну не будет он париться и проводить кастинги, понимаете, Путин, все равно ему предложат, он им доверяет, это его люди, это его Вайна, вот Вайна сказал, значит, он продумал, просчитал, я все-таки думаю, что тут, конечно, последнее за ним, но фильтрация вот эта, ее производят доверенные его люди, и ваша версия, она такая чудесная, идеалистическая, что ему нужно показать своему народу, что он меняет кадры, что он борется с коррупцией, но он ничего не показывает, он делает это что-то там для себя, вот чтобы выбором было надежно, чтобы каждый регион был под присмотром, под контролем, чтобы это были, действительно, уже люди не, вот в этих связях, уже не дружко, их нужно выдергивать оттуда, не замшелые, не забронзовевшие, не погрязшие, действительно, есть там свои проблемы, которые он решает, Михаил Тульский, пожалуйста, ваше слово, кто, вы как специалист у нас, кто ведет Яровую на Мурманскую область, если мы вдруг ее там увидим, кто ее туда привел? Я не сомневаюсь, что она вообще станет губернатором, потому что Яровая все-таки не только конфигурация фигуры, она как раз очень звонкая пропагандистская фигура, но совершенно не деловая и не как бы серьезная. Но когда их восстанавливало, их когда смущало, деловая она, не деловая Яровая? Считали, что ее, так сказать, очень поддерживает Володин, Володин сейчас потерял всякое влияние, Госдума это такой утиль, это такая пенсия, хоть и почетная очень, поэтому я вот не стал бы всерьез рассматривать Яровую. Я понимаю вас так, что раз нет руки, которая ее ведет, раз вы не видите руку, значит Яровой не будет, потому что должна быть обязательно рука или башня, а раз вы этого не просматриваете, она не придет на Мурманскую область. Скорее всего так, скорее всего не будет, плюс я бы с Гонтвахером хотел не согласиться насчет того, что все, мол, определяет Путин, и он прям своих личных охранников, они у него каждый день под рукой, и поэтому он их выдвигает в губернаторность. Это все, конечно, ерунда, потому что когда, ну как вот говорят в детективах и во всяких расследованиях, там когда у простых людей спрашивают, кто к вам приходил в гости, а приходил только почтальон там или уборщица, то люди говорят, никто не приходил. Вот так же для Путина все эти его охранники и все руководители протокола, это фактически никто. А для Путина действительно значимые люди, это те люди, которые были его близкими друзьями, с которыми он, извините за выражение, вместе водку бил, еще тогда, еще в 80-е, там 70-е, начало 90-х годов, когда самого Путина никто не знал. Вот эти люди для Путина действительно имеют решающий голос. Его ближайшие друзья в те годы, когда сам Путин не был какой-то значимой фигурой. Которые проверены, в которых Путин был уверен еще в те годы, когда, собственно, Путин не был влиятельным человеком. Вот это люди как раз Чемизов, Иванов, Медведев, Падрушев, Сечин, Кудрин и так далее. Ну, я хочу сказать, что, мне кажется, тоже не согласиться с Михаилом, он принижает немножко в масштабы личности Путина. Я не собираюсь, конечно, Путину петь осанну какую-то, мы понимаем. Это мы уверены, что вы не собираетесь. Ну, понятно, у нас отношение к нему такое достаточно критическое, но Путин за вот эти уже практически 18 лет или там сколько он находится у власти, он вообще довольно сильно поменялся. И, надо сказать, ну, наверное, в 90-е годы для него было это важно. С кем он служил там где-то и прочее. Но вы посмотрите на судьбу некоторых его тоже близких сподвижников. Ну, например, Владимир Иванович Якунин, Виктор Петрович Иванов, которые тоже были достаточно близкие люди. И еще целый ряд других людей, могу назвать, которые вроде бы с ним тоже были в таких очень тесных отношениях. Он спокойно, так сказать, без скандалов, но их аккуратно отодвинул. И, кстати говоря, судьба того же Сергея Борисовича Иванова все-таки глава администрации и спецпредставитель по там экологии, это немножко разные вещи. Надо сказать, и его, ну, кстати, между прочим, Михаил сказал, что у него влияние с его точки зрения, что влияние Сергея Борисовича снизилось и так далее. Нет, нет. Путин исходит немножко из других, мне кажется, уже давно из других каких-то побуждений, когда занимается своей кадровой политикой. И он видит себя прежде всего и свои какие-то интересы, то построение мира, как он себе видит, сложил в голове, и под это он подбирает людей. И в этом смысле он иногда, ну, тот же самый Сергей Владиленович Кириенко. Ну, он же с ним никогда не служил, ничего, это разные, вообще возрастные группы. Ну, а насколько я знаю, он к нему относится с большим уважением и как-то с большим доверием, поручил ему такой очень важный пост. И, кстати, к вопросу об охранниках и главе протокола, но, между прочим, Игорь Иванович Сечин в свое время тоже же был фактически ассистентом, помощником. Он руководил его аппаратом, он составлял его график. Владимир Владимирович еще когда он был на первом президентском, втором президентском сроке. Ну, казалось бы, какая-то ерунда, какая-то техническая работа, не замечаешь этого человека. Но, например, график встреч президента это колоссальный ресурс. Вот с этим человеком президент встречается, с этим он все-таки может не встречаться. И эти люди, они все ему так и не значили. Да, ресурс ценой в Роснефть. Ну, конечно, нет. Но эти люди, они все ему, конечно, советовали, подсказывали и прочее. Ну, насчет охранников не знаю. Это вопрос, конечно, уже немножко другой. Но вот те люди, кто рядом с ним работают в администрации, вот на таких должностях, которые позволяют с ним общаться, не надо их принижать их значение. Допустим, тот же самый господин Песков, который является его пресс-секретарем. Ну, можно, конечно, тоже сказать, если встать на позицию Михаила, ну, кто это такой Песков-то? Путин его не замечает и все. Уверен, Песков довольно сильно влияет на какие-то, не на все вопросы. Но на многие вопросы он, безусловно, влияет и Путин слушает его мнение. Поэтому все здесь не так просто. Понимаете, вот эта конспирология, я ее нисколько не осуждаю, все люди имеют прав на какие-то там теории, но это конспирология от закрытости нашей политической жизни. Когда мы начинаем вот извне на это смотреть и строить какие-то вот эти предположения, раскладывать вот эти фишечки. Все-таки мы исходим из того, и Михаил из этого исходит, когда раскладывает, что этот круг все равно чрезвычайно узов. Даже когда вы назвали несколько человек в Кремле, которые как бы, в общем, были от него далеки, их, ну, пять человек. И все-таки роль друзей, ну, конечно, нельзя списывать тот же чей. Вот они по-прежнему, этот Дрезден, они же ходят, они дружат, они выпивают чай. Лена, одно дело вместе пить чай, а другое дело решать какие-то принципиальные вопросы. Почему Михаил не назвал таких людей, как Ковальчуки, те же самые знаменитые Реттенберги, еще целый ряд людей, которые имеют доступ к Владимиру Владимировичу. Вот, хорошо, вот вам слово, смотрите, мы знаем прекрасно всех их уже много лет наизусть. Почему вы считаете, что Чемизов, вот по каким причинам Чемизов сохраняет вот это свое просто решающее кадровое влияние, а Ковальчуки это влияние уже теряет, ну, один из них, там я второго-то этот, пусть наукой занимается, этот Валентин, брат. А не факт, что теряет влияние, не факт. Ну, Михаил Валентинович, наверное, человек из науки, а вот Юрий Валентинович, он не... Тогда первый вопрос, теряет ли свое влияние Юрий Валентинович, и с чем связаны вот эти вот, ну, то, что Икунин потерял, это очевидно совершенно, и с чем это связано, что один сохраняет, а второй, такой же верный, такой же старый друг, начинает его терять. Это связано с тем, что у Чемезова с Ивановым есть инструмент этого влияния, то есть администрация президента полностью в их руках. И Вайна, не только отец был давно связан с Чемезовым, а с Путиным никак не был знаком до того, как Путин стал президентом. И никак Вайна отец не был связан лично с Путиным, а с Чемезовым Вайна отец работает давно и плотно, и до сих пор. Но и сын Вайна тоже был членом Совета директоров Ростеха перед назначением главы администрации президента. Антон Вайна, Вайна сын, тоже был членом Совета директоров Ростеха, Чемезовского. Это во-первых. Во-вторых, Кириенко, кроме того, что сын Кириенко работает у Сергея Борисовича Иванова в Ростелекоме, еще и сам Кириенко возглавлял Роснана, а Роснана, это, в общем, близкое к военно-промышленному комплексу. Я возглавлял Роснана Чубайса, Росатом, Росатом. Михаил, у нас ровно 30 секунд, есть только вот быстро 30 секунд, чтобы вы рассказали нам, почему они теряют ли влияние Ковальчуки, да или нет, Ковальчук? Ковальчуки колеблются между Медведевым и Ивановым. А, понятно. А Росатом, Росатом тоже это близко к Чемезову военно-промышленной структуры. В общем, тоже около военно-промышленной. Все понятно. То есть ничего, все понятно. Лена, вот я последнее скажу. Вот по моим сведениям, Росатом не находится в сфере Чемезова, это точно. Там есть другие люди из близкого окружения Владимира Владимировича, которые кулируют. Мы еще не всех перечислили. Мы завершаем на этом программу, что этот сериал бесконечен, хотя людей мало, но они в тюняшках. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова